добрый день девочки сегодня у нас 7 мая на улице 13 градусов но очень холодно я после болезни сегодня вышел по делам хочу сказать замерзла как бобик не надо бы мне этого конечно после болезни ну так получилось вот сходила за продуктами холодильник у меня пустой совсем в газеточку тут прессу купила посвятиться батончик мешки для мусора так это на 35 литров это на 120 литров большие мешки мне надо ковер в чистые мешки упаковать надо будет до до того пока постелем так соду купила вчера информации много прочитала что она нужна на даче так сметанка свежая творожок пятипроцентный ни разу не брала вот такие вот что это вермишельчик а такой фирмы добро дэя не знаю чуть такой откуда так арганда вертый сорта пшеницы не знаю посмотрим подушечки купила они такие мягкие нам не любят для меня взяла колбаску взяла так любительская фабрика качества 206 45 сегодняшние прямо что ли на дата изготовления 28 апреля вот такой бич пакет взяла на дачу отвезу это так сказать мз на черный случай когда прям очень захочется кушать а нечего быть совсем сливочный сыр альметте хочу попробовать завтра булочки испечь а сверху их надо будет полить вот альметте масло потом сахарная пудра все это надо будет взбить такой вот штучкой полить я забыл как они называются ну чё-то европейское булочки такие с корицей завернутые если получится может быть завтра если буду даже я сниму так для дачи купила мэтр чай в пакетиках тут и клюква морожка земляник костяника калина малин ежевик черника брусник голубик там некогда будет заморачиваться заваривать вот такой попьем немножечко купила себе креветок иногда вечером хочется чуть-нибудь полизоблюдничать но нечего креветки то стоит здесь 618 грамм 205 рублей 333 рублей килограмм вафельки вот такие сила сливочные этаж для дачи но не знаю когда надо чуть попаду погода ужасно тоже для дачи взяла у меня там индукционная плита кастрюльчика есть можно даже там забубените супчик так это тоже сахарная пудра для для этих булочек чтобы сбить потом крем сверху белый покрытый глазурь глазурь сделать так вот это вот сахар нерафимированный тростниковый коричневый тоже для булочек нужен я вчера внимательно посмотрела рецепт вот коррекцию купила смешаю с этим сахаром это будет начинка так масло просто квашеная 82 процента заморожу масло всегда нужно так перец душистый душистый мне нужно будет для бульонов вот суп гороховый славянский тоже для дачи взяла я люблю такой супчик именно вот из такого пакета я надеюсь что он не изменился с моих тех времен когда я его полюбила перец черный взяла для дачи тоже вчера рецепт увидела один как надо сажать капустку не рассады я прям в грунт прежде чем вот зернышки прикопать нужно вот немножко вот перец смешать с содой и посыпать тоже грядочку но и на отвредитель что ли каких-то вот взяла место лимона зала лайм лимона были такие страшные а я по утрам всегда пью воду с лимончиком и с медом вот взяла 3 лайма 540 килограмм стоит недешево ну девочки все мои покупки вот а ходила я сегодня в общем заказал кондиционер спальню сказали в течение 10 дней подготовить все позвонит мне заказал кондиционер и рулонные шторы в спальне как будто все делать сниму обязательно всем пока доброе утро девочки сегодня 8 мая так сколько у нас на градусники 12 градусов но на улице холодно сегодня хотела попробовать испечь булочки такие синабона называется вчера много смотрела рецептов не знаю получится ли но попробуем здесь вот у меня столовая ложка сахара пакетик дрожжей 11 грамм здесь 200 миллилитров молока подогрела здесь немножечко сейчас посмотрим дрожжи у нас как пойдут в общем пускай дрожжи проснуться стоит 5-10 минут здесь уже просеял 4 стакана муки заранее я из холодильника вчера вечером вытащила масло чтобы оно было такое знаете размягченное яички вытащила из холодильника потому что они нужны не холодные комнатная температура немножко погоди встретимся девочки дрожжи уже как бы проснулись вот у меня такая емкость есть от топпервара для замеса теста специальная очень удобная с крышечкой такая крышка она закрывается когда тесто подходит с крышкой стреляет она показывает она открывается так делает что тесто подошло потом герметично опять упаковываешь воздуха выпускаешь и два раза так тесто подходит это уже так тык делает удобная очень так сейчас буду соединять здесь у меня два яйца два пакетика ванили здесь две столовые ложки сахара чайная ложка соли здесь вот у меня может быть пол пачки масла но надо 75 грамм значит вот это вот как бы опару оставшееся молоко и 4 стакана муки сейчас буду все соединять девочки пока жидкие только ингредиенты без муки и вот без масла масло буду добавлять когда буду замешивать уже затирать затирать тесто и как в рецепте я увидела не сразу как добавляют вмешивают когда в тесто увидимся девочки не всю муку положила потом буду когда замешивать подмешивать буду на столе вот одной рукой не сподручно сейчас буду вымешивать вот Как бы вмешиваем сливочное масло, не растопленное добавляем, а вот так вот вмешиваем понемножечку. Так в рецепте, проще было бы нам растопить и влить. Посмотрим, что получится. Если не получится ничего, видео конечно, свет не увидит. Таким образом будем вмешивать тесто. Вот у девочки получилось тесто. Приятное такое на ощупь. Вот эту чашу сейчас припорошим мукой, сверху выкладываем тесто на растойку, сверху тоже припорошиваю мучкой и закрою вот такой крышкой. Вот там тесто. И вот так надо выпустить шепот. Все и поставим в теплое место. Девочки зажгла духовку и поставила сюда. Здесь как бы потеплее, не знаю, правильное дело или нет. Можно было бы конечно на горячую воду поставить, горячую воду поставить. Это быстро я так пирожки делаю в этой посудине, быстро все так это тесто оживает. Ну посмотрю сейчас. Где-то пол часа, наверное, минут сорок должно подниматься. Ну посмотрю, как будет действовать крышка моя. Вот девочки для начинки сейчас смешаем. Не знаю, стакана, наверное, не хватит. Сейчас посмотрю, как в стакане будет это выглядеть. Вот корицу и вот такой коричневый сахар, это будет начинка. А пудра уже пойдет на глазурь. Ну девочки, сейчас пересмотрела, что в рецепте идет один стакан сахара и где-то две, две с половиной ложки корицы. У меня вот такой пакетик 20 грамм, там уже корица с сахаром. Вот один пакетик здесь. Я почему-то думаю, что достаточно. И для начинки нужно будет еще масло. Масло нужно будет сливочным смазать вверх, а потом уже начиночку выкладывать. Вот будет начинка. Сейчас глазурь будем делать. Вот здесь я молоко вот отмеряла. масло. Сейчас сюда вот положу вот этот альмета сливочный творожный сыр. 150 грамм сахарной пудры, грамм 25-30 сливочного масла. Посмотрю, если это будет очень густо, добавлю, может быть, столовую ложку сметаны. и все это как бы взобью. Хочу девочке показать, как крышка надулась, уже такая жесткая сюда. Скоро, наверное, будет вот такой хлопок. Пок-пок! И она откроется. И я опять воздух выдавлю и опять еще раз закрою, чтобы еще несколько раз подошло. Времени прошло, как я поставила, всего 12 минут. Одной рукой неловко, вот хотел показать, процесс идет. Девочки, такой вот, как крем-глазурь получился. Девочки, сейчас выпить свою водичку с медом. Вот опять крышка моя надулась. Открываю, вот как поднялось тесто, вот какой хорошее стало, увеличилось, наверное, не знаю, может, в два раза не знаю, наверное, в два. Сейчас начнем катать булочки. У девочки такое тесто получилось интересное, легкое, сейчас буду раскатывать пласт, квадрат, будем потом начинку делать. Ну вот, девочки, где скалкой, где пальчиками, вот такой получится квадрат. Так, вот это надо будет обильно, не жалея, смазать маслом по всей поверхности, наверное, мне будет проще это делать чистыми пальчиками. Сейчас аккуратненько смажем и встретимся. Пальчиками девочки смазала всю поверхность сливочным маслом, не жалея. Сейчас будем, так, сейчас ложечку возьму. Немножко от края будем отступать. Вот от того края, где будем заворачивать, будем отступать. здесь-то, наверное, можно до конца. Вот так распределяем начинку. Увидимся. Девочки распределили начинку и сейчас будем закручивать. Попробую снять. Попробую снять. Страшно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...